Более 160 кошек и собак сегодня содержатся в приюте для бездомных животных Умка. За четвероногими ухаживают ветеринары и работники учреждения. Большую помощь оказывают и муравленковские волонтеры. Тему продолжит Алена Гафарова. Вот она. Вот он. Какой. Ну, патулечка. Держи. Оксана Машкарева, кажется, знает историю каждой кошки, обитающей в приюте. Помогать животным, живущим в Умке, девушка начала с самого его основания. Покормить, напоить, убрать за четвероногими, почистить лежанки и продезинфицировать помещение. Это лишь часть видимой работы, которая выполняется в выходные дни. А в будни нужно привлекать дополнительные ресурсы и искать добровольцев. Рабочих рук здесь всегда не хватает. Вот у меня сегодня один выходной в неделю. Я пришла сюда с другими волонтерами. Хотелось, конечно, обратиться тем, кто к нам присоединился в нашу команду, волонтеру. Большое спасибо девочкам. Сейчас в Умке живет 87 кошек и котов. Среди них есть породистые домашние питомцы, привыкшие к человеку и совсем дикие. Они попадают сюда разными путями. В основном через службу отлова. Беспечные хозяева оставляют животных в подъездах, выбрасывают на улицу. Но бывает, что и сами приносят в приют. Люди стали приносить своих домашних питомцам, которые прожили уже 7-8 лет. У нас в УБК принесли такой вот кот, откормленный. Все просто смена места жительства. Но это не причина. Этому коту дали кличку Куки. Здесь его называют «Гроза всех гроз». Он любопытный и всегда первый встречает гостей и работников. Его уже пытались забрать из приюта, а затем вновь выбросили на улицу. Чаще всего в таких случаях люди ссылаются на аллергию, отпуск, смену места жительства и тяжелое семейное положение. Все-таки мы призываем вас, прежде чем брать животное, подумайте, проверьте себя на различные аллергены. Если же вы берете, несите уже ответственность. Так как это живое существо, которое умеет чувствовать, которое умеет любить, оно преданное. И получается, что мы берем, потом выбрасываем, мы предаем. В приюте Оксана ухаживает только за кошками. Собаки – зона ответственности Алексея, работника умки. С утра он уже на ногах, работы не в проворот. В вольерах сейчас живет почти 80 собак. Уделить внимание нужно каждому. А еще накормить и убрать вольер. Как он здесь появился? Также был пойман отловщиками на улице, где конкретно адрес не назову. Тоже кто-то, кому-то оказался не нужен. Оксан очень добрый, игривый, хороший, спокойный, ласковый. За 11 месяцев работы приюта в умке приняли 360 животных. В новом доме, хоть зачастую и временном, они проходят специальный карантин. Затем их прививают и стерилизуют. И пытаются найти новых владельцев. Меньше чем за год муравленковцы приютили более 130 питомцев. Но тех, кто нуждается в верных хозяевах, еще много. Прийти в гости к четвероногим, познакомиться и выгулять сможет каждый. Приют открыт для всех желающих. К нам могут прийти любой житель города, и понравилось животное, или просто захотели посмотреть, только думают, раздумывают, принимают решение, брать, не брать. Могут прийти в приют, могут прийти поиграть. Наш номер телефона 41009, либо написать в сообщение группы, либо личные сообщения, прийти в любое удобное время, вас встретят, проводят, все расскажут, покажут про каждого животного, скажут, стерилизованы, не стерилизованы, какие есть прививки в наличии. Сейчас сумка набирает волонтеров, которые будут помогать в уходе за животными. С радостью принимают и всевозможные пожертвования. Корм, игрушки, различные аксессуары для животных. Любой помощи здесь всегда рады. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова